всем привет сегодня мы научимся с вами вязать крючком лилии для этого нам понадобятся нитки одни зеленого цвета 2 красного зеленый я взяла светлый и можно любой толщины в принципе их разные тут не имеет значения также палочка деревянная то нам нужны будут вот такие кусочки проволоки ну и конечно сам крючок инструмент который будем провязывать до начала я бы сделала легкую работу самая легкая работа это обработать тычинки то есть наша проволока цвет нам подходит как раз коричневый и кончики я бы обработала вот так нитью зеленой то есть намотаю так чтобы образовался небольшой так назовем его клубочек то есть у меня получилось вот так и клеем вот эту часть закреплю отрежем нить и клеем закрепим вот сюда так я проделаю с четырьмя проволоками и у меня получится 4 вот таких кусочков вот результат 4 тычинки у меня получились теперь можно работать с лепестками для того чтобы начать работать с лепестками для этого мы возьмем сделаем узелок так нить закрутим ее это нужно на крестке еще раз перекрутим и основную нить подцепим вот у нас образовался вот такой узел далее провязываем 15 петель 1 2 3 4 и так далее 15 петель вот значит 15 край вот этой петли мы зажимаем чтоб нам ее не забыть и далее 2 петли подъема и ту петлю который мы зажим используем до вводим крючок и провязываем одну воздушную петлю далее мы провязываем 11 столбиков с накидом накид следующая петля это у нас один и еще 10 вот мы в последнюю петлю вводим крючок и провязываем 3 столбика без накида 2 провязали и туда же 3 далее в следующую мы делаем также без накида 1 столбик следующий второй столбик дальше нужно будет провязать также 11 столбиков с одним накидом 1 2 и так далее вот 11 столбик я провязываем 11 воздушный с одним накидом и без накида последняя петля у нас просто воздушная петля будет без накида далее мы делаем 2 петли подъема 1 переворачиваем наше вязание то есть оно у нас было вот так теперь мы его вот так перевернем и идем дальше в обратную сторону также одну простую воздушную петлю и дальше 11 петель с одним накидом вот мы провязали 11 петель далее нам необходимо будет сделать одну воздушную петлю 2 просто соединительных столбика смотрите вот я делаю одну просто воздушную петлю далее я делаю столбик и просто вытягиваю нить 1 1 2 самый крайний верхний мы делаем 3 воздушных столбика вот мы провязали далее у нас идет на закругление 2 соединительных столбика 1 дальше также 1 воздушная петля без накида потом 11 петель с одним накидом и 1 петля просто воздушная без накида вот я провязываю последний столбик он у нас без накида 1 и дальше чтобы у нас выровнять вот эту нижнюю часть я просто сделаю соединительные столбики вот в край в один край потом следующую петлю тоже ее подцепляю второй край и третий край я подцепляю чтобы у нас было все ровненько вот такой листочек у меня получился теперь я нить отрезаю и крючком вытягиваю петлю вот такой листочек у нас получился все лишние нити а именно вот это у нас будет нитка лишняя я ее просто в ряды пропущу вот так вот и обрежу а эту нитку можно будет вот так обрезать таких лепестков у нас должно быть 6 6 лепестков я провязала теперь мы можем приступать к нашему стволику для этого нам нужно будет палочка деревянная и эту палочку мы начнем вот так также обматывать здесь нить вот так закрепим сюда намотаем и дальше начинаем наматывать вот эта нить она у нас идет вся сюда так делаем почти до конца то есть примерно часть мы кончик оставляем и я вам расскажу для чего мы немного оставили край у нас есть 4 тычинки и эти тычинки нам необходимо будет сюда замотать то есть примерно сантиметр полтора сантиметра мы по одной будем сюда приматывать я просто вот таким образом сюда подсоединяю и вот так сначала в одну сторону пройдусь чтобы закрепить потом другую так как у нас их четыре поэтому мы сильно не будем сначала первую заматывать присоединяем вторую продолжаем наматывать также третью и четвертую теперь мы плотно должны эту часть обмотать прямо чтоб плотно получилось обратите внимание что у нас здесь должен получиться вот такой вот овальчик здесь мы прям туго-туго стараемся сделать а здесь чтоб у нас широко было и к концу плавно чтобы было сужение чтоб у нас с вами все красиво потом на цветке получилось вот у нас такая палочка наша получилась мы расправляем чтобы они у нас красиво были вот я их расправила и у меня получилось вот так у лилии листья будут располагаться три на три то есть я три листика должна буду наложить на три листика то есть примерно вот таким образом я должна буду сшить эти листочки для начала я сошью вот эти три то есть я взяла красную нить и сейчас кончики сначала уравняю уравняю так здесь закрепил так раз и третий к ней к этому кончику приделала второй кончик и сюда же третий кончик теперь сюда же между ними только уже сверху нужно будет остальные листики пришить теперь когда я сшила пять кончиков и осталось промежуток чтобы пришить еще один я не тороплюсь потому что нам нужно сюда сделать тычинку именно толщиной вот этой вверх я так ее приделаю сюда и пришью третий листик вот мы пропустили между нашими листиками тычинку теперь нашу лилию нам нужно будет подобрать красиво для этого нам нужно будет вот эти три верхних лепестка примерно на высоту вот этой ширины их прошить между собой именно с изнаночной стороны изнаночная сторона у нас здесь будет вот вот что у меня получилось с верхними листочками листочками теперь точно так же нам нужно будет сделать снежными тоже мы их вот так подберем и у нас будет вот такая красивая лилия когда мы сшили все лепесточки мы красную нить обмотаем вокруг нашего степляка чтобы наш цветок не спадал я обрезала нить и вот это место можно будет также проклеить клеем чтобы он у нас так не ездил и и и и и и и